Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал JoyWire, с вами снова Джо и представляю вашему вниманию 10 эпизод наших похождений в мире и ворлда. Ситуация в нашем зеленом содружестве складывается наилучшим образом. Достаток нашего небольшого мероприятия достиг целых 40 тысяч, а значит последующие рейды станут жестче и изощреннее. Я немного переосмыслил нашу комнату с ловушками, расширил ее на один блок, но она все еще требует доработок. У нас прибавился один заключенный с прошлого эпизода, я оффлайн покатал, который станет подопытным кроликом в одном из моих экспериментов. А может не надо? В злом эксперименте, кстати. Как вы можете помнить, в прошлой серии старушка Невис была серьезно ранена в легкое, а у нашего заключенного Неброга есть одно запасное. Ну, вы смекаете, о чем я. Поставим операцию в очередь несколько раз, если с первого раза вдруг не получится, но я верю в нашего профессионального хирурга. Ру оказывается большим красавчиком, даже с учетом отсутствия практики как таковой, за исключением моих попыток в течение получаса изъять это легкое. Естественно, у него все-таки получается, и у нас на складе есть здоровое новое легкое. С легким разберемся. Сразу же после окончания операции приходит сообщение о новом задании. На самом деле у меня сейчас висит два похожих задания со строительством монумента. И в одном и во втором случае необходимо построить монумент, а наградой у одного из них будет нейротренер с ремеслом, который очень на пользу пойдет нашему мастеру, хирургу и мастеру на все руки Ру. Пришло время второй части эксперимента, пациент готов, донор был не против отдать легкое, на благо зеленого содружества и Ру, твой выход, твоя операция, погнали. Урианния.Г, блядь, поздравим же нашу старушку Невис с новым легким, теперь ей станет дышаться чуть легче. Я решил оставить Неборга еще на некоторое время, вдруг нам понадобятся какие-то органы от него. Ну, как бы да. Задаю для прибившегося к нашему племени Бумалопе отдельную территорию, чтобы он не жрал наши поля высаженные прекрасные. Он может жрать хлопчатник, мне на него особо плевать, потому что не самый лучший материал. И я долго думал, как назвать этого грозного и опасного зверя. Думал, действительно, ночами просто не спал и придумал, и его будут звать... Гриша, блядь! Тем временем Невис, дыша полной грудью и двумя легкими, начинает строительство монумента. Торговцу с оружием я продал все рукопашное оружие, все не огнестрельное оружие. И Бумалопу Гришу... Не надо. Пусть идет своей дорогой, путник. Сталкер. Помните, как вы писали в комментариях, мол, зачем ты отгородил реку стеной, на меня оттуда никогда не нападали по воде? Писали вы, помните, да? Было такое. Так вот у нас тут насекомый, мать его, инфистейшн, понимаете? И единственный, кто у нас более-менее эффективен с оружием, это Невис. Понимаете? Говорили, стену не строить, да? Ну, к счастью, я немного ее построил, и это даст нам немного времени. У меня есть идея попробовать выманить насекомых и попробовать забайтить их в комнату с ловушками. Но для начала посадим всех остальных в домой, а Невис будет нашей наживкой. Фух, с богом. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но с этим можно будет разобраться И подходящая температура в комнате И гидропонная станция будет круглые сутки выращивать нам что-нибудь вкусное Или полезное С похолоданием количество живности на карте скорее всего уменьшится Поэтому необходимо заготовить себе небольшой запас еды И я отправлю Невис Потому что Ну по моим ощущениям она одна из лучших стрелков на самом деле И пусть она отправится на охоту пострелять немного оленей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Следующий день проходит без особых происшествий И Перу заканчивает исследование стерильных материалов Ими желательно будет обнести кухню, комнату с разделочным столом и лазарет Чтобы повысить эффективность и уменьшить риск заражения Или риск отравления от приготовленных блюд По-моему эта механика как-то так работает У Ру тем временем случился творческий подъем Но к сожалению весь его потенциал Скрытый потенциал хотел сказать Уйдет на изготовление очередной туники Мать его Скажу честно я не добавил для видоса Он шедевральную одну тунику сделал Это конечно достижение Шедевральная это же лучше чем легендарная Не знаю Напишите в комментариях Мне плевать на самом не пишите Не надо Спасибо за ваши отзывы насчет расширения базы Действительно пришло время раздвинуть наши горизонты А наш уровень богатства Вырос до чумовых цифр 53 тысячи Каких-то североафриканских тугриков Я не знаю что здесь за валюта Но 53 тысячи Почти 55 Хренеть О! Работорговец из Содружества Леопарда Возможно мы сможем найти среди его ассортимента Какую-то заблудшую душу Которой сможем помочь встать на путь истины К сожалению их рабы не порадовали меня своими способностями Да и цены как-то слишком кусаются А Настелла была бы неплохим кандидатом Но ее меланхолия не сочетается с моим вероисповеданием Остальные же были заблокированными навыками Такое нам сейчас не подходит Нам приходит задание побороться с ужасными механоидами А именно придется уничтожить активатор Инферно турель Три снайперские турели Две картошки фри Большие средняя кола И еще две каких-то херни Нет я к этому не готов Надеюсь таких приколов больше не будет И наше Содружество продолжит жить спокойно И размеренно Но похоже что нет Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 На экране представлен комментарий, почему я обосрался с квестом с туниками и не получил архоглаз. Архиглаз, как бы он там ни назывался. Не получив желаемого, но заработав немножко денег и горького опыта, Дана отправляется обратно домой. В группе торговцев продадим залежавшиеся ресурсы и в свою очередь купим немного компонентов. Уверен, что они пригодятся нам в будущем строительстве, потому что это один из ключевых ресурсов в принципе. Прилетает интересное задание с уничтожением бумалоп. Меня не столько интересует награда, сколько возможность побивать или, прошу прощения, сколько отточить навык стрельбы у наших колонистов. И битва с бумалопами проста по своей идее, особенно когда они сбиваются в куче из 13 особей. Я верю в Невис и думаю, она с этим справится на отлично. Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению, засмотревшись на грацию, с которой Невис истребляет бедных животных, я приглядел, как Дана пошуровала в стан противника. И это, естественно, не закончилось хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... которое Невис там, ленивца, просто истребила, он даже полпути пройти не смог на пути к ней. И куча всякого мусора при них, и да, это будет серьезный рейд, конечно. Не будем дожидаться того, как противники построят мортиры и начнут обстреливать нашу базу, учитывая, что внутренние перегородки нас из дерева, скорее всего, мы нахрен сгорим. Попробуем сами начать и используем полюбившуюся мне классическую тактику. Невис отправится вперед и попробует ранить пару других противников. Даже с учетом того, что их оружие тоже такое же дальнобойное, у них есть там снайперские винтовки и такие же автоматические винтовки, с большой дистанцией, с хорошим укрытием, я думаю, Невис есть шанс. Субтитры сделал DimaTorzok Невис успешно ранит нескольких противников и начинает ориентироваться в сторону базы. Действительно, ранив несколько противников и положив одного, Невис забегает в убежище. И некоторые из оставшихся на ногах врагов достаточно плохо экипированы и могут стать легкой целью. Один из них, кстати, отправляется мою геотермальную хрень ломать, сволочь. Очень вовремя на выручку подходит аллигатор. С фланга у нее есть возможность провести пару-тройку выстрелов из винтовки. Она, кстати, тоже дальнобойная у нее. КОНЕЛЕОВ機 Еще один из противников попадает в капкан И дело сделано Половина противников лежит, а значит остальная половина отступает Сразу же разденем лежачих противников Их броня нам очень пригодится Оружие скорее всего биокодированное Но вот броней мы можем пользоваться Один из противников обладает абсолютным отсутствием каких-либо показателей Для того, чтобы попытаться его вербовать Но он молод, а значит из него получится неплохой донор Я решил не брать всех противников в плен Двух будет более чем достаточно И лишний род, у нас и так большое поселение Да, двух хватит Они не обладают какими-то сверхинтересными показателями И не могут порадовать нас способностями, которыми не обладает кто-то из наших поселенцев То есть они не могут заполнить какую-то новую нишу Но вот этот парень он сангвиник Это постоянный мудбуст Он отстопабл И это дает ему фору в ближнем бою, если не ошибаюсь А кровожадность не портит ему настроение при виде трупов А значит он может заниматься такой работой Которую другие колонисты избегают Так что стоит задуматься на его счет Ребята, огромное спасибо за то, что в очередной раз присоединились к моему каналу И к моему зеленому содружеству в мире Римволда В этом уже десятом эпизоде Обязательно подписывайтесь на канал Joywire, если этого еще не сделали Ставьте лайк под этим видео И не забывайте вступать в мой дискорд канал и подписываться на другие соцсети Все ссылки в описании А с вами был Джонни, специально для канала Joywire Всего вам хорошего, ребята Пока-пока